Друзья, всем привет! У нас сегодня на осмотре, как вы поняли из названия, Land Cruiser Prado 120. Крайне тяжелый случай, крайне тяжелый случай найти живой автомобиль в Петербурге. Те, кто пытался искать для себя в подборе или еще где-то, понимают, что они даже не возьмутся за это. Знакомый человек, как обычно, у нас одни знакомые, попросил подобрать ему Prado 120. На комплектацию без разницы, будь то кожа, тряпка, даже более предпочтительный тряпка, точнее велюр, потому что там нет пневмы. Год 7-8, бюджет 1,4, двигатель только 4 литра бензин, не дизель, не 2,7, только бензин. Как я сказал, бюджет 1,4, год 7-8 можно спуститься чуть-чуть ниже, если там будет хороший автомобиль. Пограничный бюджет, за хорошие машины просят кто-то даже по 2 миллиона. Ну, собственно, что делать? Было интересно посмотреть, чем торгуют, так как Prado я не смотрел лет 6, и мы поехали смотреть. Погнали! Восьмой год, миллион 410, но на сайте он уже дешевле. Не за дверей. Здесь, в принципе, более-менее нормально. Арки, задние рамы уже. Ну, это все питерская. Соль, реагенты. Диски вон все уже ржавые, колесные. Хотя по диагностике вообще ничего не отписано. Ну, тормозные диски. Буртика нету. Посмотри, здесь тоже уже весь интегравий сбило. Ржавчина уже пошла, я боюсь, что если хорошо ткнуть, так и проткнуть можно. Ну да, это крыло вон крашеное. Здесь от шкурки. Он ее не видно, передает тем камера. Кратеры. Здесь он не за дверей, все живые. Здесь он чуть уже пошло. Арки такие же, как и с правой стороны. Здесь вторичный окрас, но тоже кратеры. Шпаклевку чуть-чуть треснуло. Не похоже это, короче, на вторичный окрас. Крышка тоже красилась. Ну, хотя это все и не скрывает то же самое. Говорят, что вторым слоем крашено. Он уже здесь немножко болячки. И герметик треснул, и ржавчина пошла. Видишь, тут он что-то сделал бокс такой. Хотя, я думаю, это отдельно уже докупалось. Слышно, руль как раз на 400 тысяч так и должен выглядеть. Двери вон сарапки какие-то. Ну, так прям лютого, так как на задних дверях шпакли или провалов, мусора не видно. Здесь ручка уже ржаветь пошла. Ну, опять же, для 400 тысяч пробега это, в принципе, нормально. А крыша беда. Причем, я не могу понять, как будто то ли что-то падало на нее. Здесь что-то пытались. Самый прикол, что как будто с той стороны. Ну, когда я резинки скину. Так вот здесь все красиво. Ремни восьмого года. Блин, а здесь уже он брызговик под аккумулятором начал ржаветь. Возможно, это когда-то потек аккумулятор, и из-за этого заржавело. Потому что с этой стороны все довольно-таки неплохо выглядит. Такое ощущение, что это крыло то же самое красилось и снималось. Да не, оно 100% вкрашено. И здесь он не передает камеры, но риски остались от шкурки. Бампер 100% крашеный. Ну, хотя на пробеге 400 в таком виде, конечно, он будет крашеный. Дверь нормально выглядит. Тут резинками все неплохо. Давай прибором пройдемся. Тут вообще, ну, вот в этом месте, где шпакля треснула, он вообще не показывает. 1440, 250, 140, сотка. Пойдем посмотрим, как номер выглядит. Слышь, ну, номер выглядит достойно. Коррозия есть, но цифры все читаются идеально. Тем, откровенно говоря, для 450 тысяч пробега достойное состояние для этого пробега. И не факт, что его не крутили там в 8, в 9, в 10, в 11 году, когда всех ресурсов там не было по проверке пробега. Фара уже и запотевает, и герметичность нарушена. Ну, вон она отколота здесь. Самая беда, конечно, это то, что уже и крыша пошла. Надо будет срезать стекло, обрабатывать рамку стекла и красить, считая, всю крышу. Пошли косяки, везде по крыше. Панель. Так что, ну, она родная, не обтягивалась, ничего. Руль, то же самое все. Ну, на 450 тысяч, что он не чуть-чуть затерт. Он как раз, как должно быть, так и затерт. Подушек, лампочки все отрабатывают, давление масла, аэрбэги. Давай ком подрубим. Одна в истории, одна текущая. Мобилайзер. Это, возможно, то, что мы два раза пытались завести. Скорее всего, даже так и есть. То, что два раза пытались завести, не считало метку и записалась ошибка. По остальным всем системам все чисто. 328 тысяч пробег. Руль уже истрепан сильно. Кулиса так же. Несмотря на то, что автомат вытерт. Это вода немного стоит. Болячки продосов. Ржавеют брызговики. Ржавеют очень сильно. Здесь уже разбирали, пытались лечить. Да. Все пошло уже ржаветь сильно. Коррозия в Питере никого не щадит. Никакую марку автомобилей. Разве что Вольво у нас выживают на самом деле. И французы. Не все, но оживучие. По низу дверей тоже пополз уже. Миллион тристо шестьдесят одна. Миллион тристо шестьдесят одна. Восьмого года. Миллион пятьсот семьдесят девять. Это бензин. Бензин, именно бензин. Это бензин на четыре литра. Это же тоже бензин четыре литра. Крыша крашена, да? Да, да, с подтеками немножко. Но это не страшно. Скорее всего убирали жуки. Они опять повылезали. Огромные жуки на порогах. Такое чувство, что здесь был разрез. Не буду разбирать. Ну, как будто бы меняли. Знаешь, обычно, когда режут, варят, это место ржавеет. Складка, похоже, была здесь. Как будто дверь переломалась. На самом деле, из-за колеса на двери она провисает и очень сильно страдает. Задняя пятая дверь. Крышка багажника, так называемая. С этим есть проблемы. Так же коррозия по порогам пошла. К сожалению, в Питере именно вот так выглядит Prado 120. Я не скажу, что это плохой Prado. Ну, просто он жил в Питере. И пробег у него 300 с лишним. Так, чтобы аварий каких-то серьезных не видно. Видно, что окрасы уже были. Двери меняли когда-то очень давно. И весь бок окрасили. Весь бок. Вторичный окрас. Вот дверь, видишь, даже чуть-чуть меньше. Она новая стоит. Битумом заливали. Причем очень давно пытались спасти его, чтобы не гнил. Вот это все битум. Либо какая-то типа шумоизоляции. Ее наклеили и феном потом разогрели, чтобы она потекла. Вообще неплохо на самом деле. По крайней мере, спасли брызговик. Иначе он был бы уже весь насквозь. Решетка облезает, но никуда не денешься. Вот этот миллион пятьсот семьдесят, да? Сколько пробега на нем? 180. Один хозяин? Сидение с дыркой. Руль тоже потертый. Вообще, как бы у них обивка очень крепкая. Может быть, в Бугай какой-то ездил здоровый. На Прадиках ездят здоровые такие. Здоровые лысые мужики. На Сотках и на Прадиках. Диски Тойоты? Беда. Они облезали буквально через пять лет уже начинали облезать. На Камрюхах, на Прадиках. Весь в родной краске. Только дверь одна. Вторичный окрас. Вин читается? Когда один хозяин, есть такая проблемка с винномером. Да, читается. И еще читается. Ты мне поняли? Да. Вот здесь обстановка гораздо лучше. Ничем не замазано, ничего не наклеено. Блин, но цена нам не позволяет. Миллион пятьсот семьдесят не потянет человек. Вообще, хорошая машина, очень. Я думаю, то, что диски ржавые, это никого не должно отпугивать. Ладно, едем дальше. Старенький Кабан. Мечта. Мечта девяностых. Даже более того, мечта бандитов девяностых. Веси шпаклевки. Слепили как могли. Посмотри, он весь разваливается просто. Но это был просто легендарнейший автомобиль. Я не знаю, за него, наверное, даже кого-то и завалили не один раз. А сейчас это просто дрова. Ну, вот этот экземпляр. Видно, что парнишка старается, что-то лепит, что-то мажет, чтобы он просто на ходу был. Ладно, пойдем. Блин, ты посмотри, а? Какие китайцы, а? Просто в стразах все. Как бусы с папуасами. Ну, правда, посмотри, все блестят. Палисад. Палисад, палисад. Ты погляди, Тёмыч, что они делают. Сделали подобие под Мерс. Коробка передач. Задняя. Драйв. Нейтраль. Паркинг. Даже не знаю, удобно ли это, слушай, непривычно. Типа рейндж-дроверской шайбы. Выбор, по какому покрытию едешь. Террен-респенс. Смешанное чувство. Ну, а внешне вообще странненько. Корейцы в какую-то новую оптику пошли, в такую, знаешь, типа туманки с талифарами. А фары габаритными огнями с поворотниками. Ладно, пойдем на улицу, подождем. Давай сразу под капот, раз он открыт. Ага, все печально, да? Вот это все замазывают, чтобы не было видно. Понимаешь? Может быть, конечно, он еще не сгнил, но постарались уже тут намазать. Беда, брызговики, беда у него, у Прадика. В Питере, именно. В питерских Прадах. Ну, здесь та же история. Так, это ты напрасно так. Вон там все, он уже дрявый. Конечно, дрявый. Блин, к сожалению, по-другому у нас сложно найти что-то. Какой год у него, седьмой? Да. А, слушай, у него еще руль дорестовый. Кто-то приезжал, смотрел, да? Я ее сюда не приезжал, я скидывал, я гусь. Что-то с проводкой, походу. Пытались что-то отключить или подключить. Пробег 200. Да уж, да уж, да уж. Комплектация побогаче, видишь, козырек цветной такой, с компасом, со всеми делами. Ну, что ты скажешь, Темыч, ты видишь, какой он усталый? Ты видишь, какой он? Так себе, да? Семиместный, кстати, на коже, видишь, семиместный. 200. Интересно. Я надеюсь, нам попадется реально с пробегом. Хотя бы 250 родным, чтобы показать, как это должно быть. Посмотри, какие заломы на спине. Велюр реально выглядит лучше, чем кожа. Не так изнашивается. 200. Да какие 200, посмотри на него. 700. Заднее сидение. Ну, допустим, детское сидение стояло, чтобы тут подтирал чуть-чуть. Да, они тоже стоят, нет? Да, у них там два. Слушай, он даже еще в этом. В побелке. Понимаешь? Ну, как, скурили его? Да, так его, наверное, это продажка. Под резинками внутри. Понимаешь? Как его шкурили, тут грязь летела. Здесь варили, вон, что-то тянули. Лучше вообще ничего не делать, чем делать так. Ну, реально, чем такую предпродажку, лучше вообще не трогать. Нет, с этой стороны нормально. С этой стороны живой проем. Смотри, какая предпродажка. Повылезала. Вон, смотри туда. Вижу, мука везде. Это нормально. Понимаешь? У Прада даже пробег 700, он будет работать хорошо. В нашем случае это кузов. Надо найти живой. Здесь, я думаю, здесь печаль. Не буду расковыривать. Что у Крузаков сотых, что у Прадиков съедала полностью брызговик. По краю. Кто чем? Кто-то грязью какой-то лепил. Питер. Питер. В других городах они целые. Понимаешь? У нас соль, грязь, влажность. У нас люди-то больные все. На хомутиках все. Ладно, глушим. Очень нравится. Ничего лучше не видел. Мы посмотрели практически все, что стоит у дилеров в наш бюджет с мотором 4 литра. Скажем так, это выбор лучшего среди худших. Да, была одна машина, она была довольно-таки неплоха, но ценник за нее был гораздо больше, чем у нас есть. Мы просто посмотрели ее до кучи, потому что она была у этого официального дилера и стояла рядышком с тем, который мы смотрели. Через несколько дней просмотров сайтов, буквально вот на этом месте, пока мы записываем датсон, ремонтируем ему автомат, качаясь на качелях, я нахожу объявление Land Cruiser Prado 2007 год, серебристого цвета, 180 с копейками пробег, два владельца и находятся в Сестрорецке. Нам ехать 30, ну, нога запинаясь 40 минут до него. Звоним. Звоним человеку, здрасте, здрасте. Все рассказывает, состояние хорошее, технически в полном порядке. Есть две проблемы. Одна проблема – это мятая крышка багажника, вторая проблема – не читается в ВИН-номер. Человек владеет с 2009 года и ни разу туда не заглядывал. И вот как сейчас коснулось дело к продаже, выяснилось, что его нет. Цена за автомобиль – 1,4 млн. Наш бюджет. Я говорю, можно подъехать сейчас, он на работе, будет только поздно ночью, но машина стоит около дома и показать может супруга. Покататься не получится, максимум она откроет, ну и, может быть, запустит нам мотор. Я говорю, хорошо, терять нам нечего, едем. И вот здесь просто удивительный осмотр автомобиля. Погнали! Так, это Володарского 60, а вон он стоит, походу. Да-да, вон крышка мятая, вон. Ну что, пойдем посмотрим. Темно, конечно, уже очень смотреть, но предварительно нужно это сделать. Так, вот и повреждения. Слушай, это ерунда. Здесь даже крышку менять не нужно. Можно обойтись рихтовкой, по крайней мере, попробовать. Ну что я скажу, вот так предварительно все очень хорошо. Есть жучки, никуда не денешься. Это Прада, которому 13 лет. 14 даже уже. Так, номер, что там у нас? Даже намека нет. Блин, беда, беда, огорчение. Даже намека нет. Да, здравствуйте, мы подъехали. А прямо автомобилей стоим вдоль дороги. Смотри, какой аккуратный. 187 тысяч пробег. Вот посмотри на руль. В сравнении со всеми, что мы с тобой смотрели. Сиденье абсолютно целое. Небольшие заломы есть. Даже педали не стерты совсем. Мэт стоит. Погружной иммобилайзер в бак. Неплохая вещь. В те годы во все Тойоты выпихали. Причем сам дилер. Угощайся. Слушай, салон просто вообще замечательный. Реально он как на 100 тысяч пробега. Потолок чистый. Непрокуренный. Да и в машине пахнет. Пахнет машиной. Дверь багажника не открыть? Не открыть. Не открыть, не открыть, не открыть. Подожди секунду. А как же нам туда попасть? Чтобы палец не застрял. Темыч, ты видишь, что реально? Все очень достойно. Аккуратно. По сравнению со всем, что мы с тобой смотрели. Слушай, ну что я могу сказать? Мне очень нравится. Очень нравится. Из всего, что мы увидели. Смотри, даже пленки еще на порогах. Но это много у кого, конечно. Еще сохранились. Мы капот откроем, хорошо? Вот так. Ну, посмотри, насколько. Там везде залеплено, заклеено. Видно, что они подготовлены. Никто его не намывал. Да, конечно, коррозия есть. На элементах, которые сделаны из металла. Но никаких течей, смотри, ничего такого не наблюдаем. По крайней мере, сейчас здесь сверху, что мы можем увидеть. На бошках. Все сухо. Никто не лазил туда тысячу лет. Видишь, все гайки. Они просто уже заржавели настолько. В темноте, конечно, дело такое еще смотреть. В автомобиле. Но у нас вариантов не было. Я бы сказал, он просто идеальный. И всей этой кучей, что было нами осмотрено. Это лучшее из худших. А вообще, очень даже неплохой. Уровень. Что там, Саня, подключился уже? Ты пробегись с прибором по всей машине. Мужиковые два элемента всего украшенных. Хорошо. Слушай, вообще отличный аппарат. Вот на то, что я сейчас вижу, просто отличный аппарат. Но ошибки могли почистить, конечно. Но как-то не похоже. Хотя он как будто бы не в Питере был. Сейчас в багажник отсюда заглянем. Слушай, даже багажник. Как новый. Лючок не снимался ни разу. Когда цвет краски подбирают, если не по коду, а подбор, его высверливают на большинстве автомобилей. Потом на болты ставят. Давай запустим. Давай. Полетел песок. Просто идеальный звук. Вот так должен работать двигатель. Фары матовые, но не пластиковые. Ни разу не полированные. Это нормально. Один GR FE. Это один из лучших моторов с 2002 года. Он, по-моему, по сей день ставится в какие-то Тойоты. Типа Форченера, может. Хайлюкса. Подвеска ржавая, конечно же. Никуда ты тут не денешься. Сухой? Да. Коррозия жрет все, блин. На видео снимаем машину. Мы снимаем машину. Мы занимаемся подбором. Нам надо отснять машину. Окей, я вас информирую, что в дальнейшем видеосъемка... Не будем писать вас. Нет, я вас информирую. Происходит только с разрешением начальника ПМВД. Документы есть? На всю эту машину. Ребят, можно только на эту машину? Да. Документы на ту машину? И хозяев на всю эту машину. Да. На этом, я думаю. Это машина. Короче, ребят, кратенько объяснение. Напишите нам, что вы занимаетесь автоподбором и так далее. Напишите, что вы голову не поняли. Приехала милиция. Поздно, вечер. Думают, мало ли машину угоняют. Проверяют у нас документы. На машины и наши личные. На раме налет коррозии, но не страшно. Женщина в шоке немножко. Ага, Мэтт сработал. Сначала вставляем, потом запускаем. Все. Никаких ошибок. И еще вот такая магнитола. Ну, она шла до самого конца, на самом деле. С кассетой. Кассеты нет, к сожалению. Она здесь никогда не была. Выглядит очень хорошо. Прям очень хорошо. Заднее левое крыло, задняя левая дверь. Все. Остальное все в родне. Нигде использовать не буду. Просто соблюденную часть предоставить. Все, спасибо большое. Всего доброго. Всего доброго. Да, и вам. До свидания. До свидания. Ну, конечно, сигнализацию ставили так. Прямо на дилере, наверное. И кнопка валет торчит вон. Ну, хорошо, что есть мы. Это единственное, что он со временем выходит из строя. Ладно, нужен подъемник. Хозяева сегодня с нами точно никуда уже не поедут. Попробуем договориться на завтра, если они не испугались совсем. Все, глушите. Подъехала полиция. Причем полицейские. Мужчина и девушка. Молодая, красивая, замечательная девушка. И вообще мега адекватные, позитивные полицейские. Вот это приятно. Могли приехать просто такие вурдалаки, которые бы нас скрутили, отвезли в отделение и стали бы разбираться уже дальше там. Кто есть кто и для чего вы здесь, почему снимаете, почему проверяете, почему с фонариками лазаете, где-то под днищем, куда-то заглядываете, ну и все прочее. Так что таким полицейским, блин, большой респект. Какой-то бдительный гражданин позвонил в полицию, вызвал, сказал, что с фонариками какой-то рейндж-ровер, Toyota Prado. А если рейндж-ровер, Toyota Prado, это по-любому криминал, что-то делают вдоль дороги. Приехала полиция, взяла со всех объяснительные, кроме Темыча и меня. Я не понимаю, почему. Взяла со всех объяснительную, что мы здесь сделаем. После такого осмотра хозяин входит в небольшой ступор. Мы не знаем, что сказала ему супруга, но женщина реально испугалась. Испугалась, не поняв, что вообще это было. Хотя полиция вела себя, ну, честно сказать, более чем корректно. Было просто, я даже был удивлен, насколько у нас корректная полиция. То есть они подъехали, все это сделали, посмотрели, проверили документы у всех, взяли расписки какие-то объяснительные. За то, что был вызов, они должны написать объяснительную. В общем, кто-то вызвал полицию, увидев с окна, что вечером с фонарями смотрит Prado, рядом стоит рейндж-ровер с выключенными фарами. Ведь именно так и воруют Prado, да? Посреди улицы смотрят его с фонарями. Те, кто вызвал полицию, все равно молодцы. Так как проявили свой гражданский долг. А вдруг, и правда, какие-то дилетанты пытались его угнать таким способом диким. Как я и сказал, хозяин входит в небольшой ступор. По телефону я вам объясняю, что автомобиль нас практически устраивает. Но нам нужно посмотреть его снизу. Так как возле дороги вечером, но это немножко не то. Поднимем на подъемник, посмотрим, проверим и едем оформляться. На что он, долго сомневаясь, говорит, я согласен, но только если это будет официальный дилер. Блин, ну что делать? Я говорю, хорошо, встречаемся у официального дилера. Делаем диагностику подвески и подключаем компьютер. Это можно было и не делать, именно компьютер. Нам нужна была только подвеска и посмотреть снизу. Смотрим автомобиль снизу, диагностика дилера выявляет ерунду. Какие-то запотевания сальников, прокладок, несколько саленблоков, колодки тормозные с дисками перед и зад. Собственно, все, что всегда отпишет дилер. Практически на любом автомобиле. Даже более свежем, чем 2007 год. Ну что делать? Все устраивает? Едем в ГАИ. В ГАИ едем для того, что человек хочет сохранить номера. Нам в ГАИ в принципе не нужно. Едем в ГАИ, человек сохраняет номера, выписываем договор, рассчитываемся. Так, ну что, все. Едем к Сереге, гоним его. И вуаля, Прадик у нас. Машина очень моментная, прям подрывает снизу. Единственное валки, прям вот еду, чувствую вот эту канитель. Непривычно. И вот тут он навешан, вот вот, вот, всю дорогу бренчит. Я не представляю, как люди вот столько всего носят в кармане. Так, миньон опять на обгон пошел. Нет, не решился. Сегодня пригоним. Завтра начнем ковыряться. Друзья, и вот этот красавец. Это не то, что мы выбрали лучший среди худших. Мы нашли просто отличный автомобиль. Да, с двумя проблемами. Одна совсем ерунда. Это вмятина вот на этой задней двери. И как вы думаете, что же здесь произошло? Он просто зимой вытаскивал из сугроба автомобиль. Трос оборвался, крюк прилетел. Разбил ручку. Пробил дверь насквозь. Дыра. Ну и разбил вот этот вот сам плафон и место под номер. В общем, это вообще не проблема. Это реально полная фигня. Дверь можно поменять. Можно отремонтировать. Ничего страшного в этом нет. Ну и вторая проблема, которая отпугнет не то, что 9 из 10. Наверное, 49 из 50 человек она отпугнет. И они даже не будут ввязываться. Это ВИН номер автомобиля. Он не читается. Он сгнил. Не видно ни одного символа. Он не читается совсем. Естественно, люди, которые смотрят, которые ему звонили, они просто этого шарахаются сразу. А человек предупреждает по телефону, что есть такая проблема. Мы предложили почистить ему возле ГАИ еще. Хотя, опять же, ребята, запомните. Если машина сохраняла номера, вот как у нас в нашем случае, да, он сохранил вчера номера, никто не осматривает автомобиль. Да, по базе проходит, что у автомобиля была перерегистрация, точнее, сохранение номеров, но автомобиль не осматривает. Поэтому, если даже она была в ГАИ, это не значит, что автомобиль полностью проверен. И вы можете купить, например, перебитый или еще какой-то, ну, все, что угодно. Поэтому обязательно проверяйте все на автомобиле. Все ВИН номера, все-все-все проверяйте. Проверив полностью автомобиль, документы, мы убеждаемся, что это именно эта машина. И покупаем его. И для чего же мы сегодня здесь собрались? Сейчас мы постараемся его очистить. И если этого не получится, значит, записываемся на экспертизу. Новый владелец записывается на экспертизу. Мы все ему помогаем. Он проходит все этапы проверки, экспертизы и набивки нанесения нового ВИН номера. Видео, кстати, на эту тему есть у нас на канале, где наносили доп-маркировку на автомобиль Вольво, который был когда-то украден. Номер был изменен, была сделана экспертиза, но в данное время она уже не действовала. И вот эти новые правила с нанесением дополнительного ВИН номера мы проходили уже и уже не раз. Поэтому мы как бы в курсе этого дела, поэтому не боимся. Серега, не на, не ковыряй ничего. Грязь снимаешь? Все. Молодой человек, пустите, пожалуйста. Я уже занимал очередь сюда. Так, ребят. Чем меньше владельцев, тем хуже ВИН. Особенно на рамах, особенно в Санкт-Петербурге. Вот это ВИН номер. Вот, отсюда он начинается. Так, давай не прилипай. И вот, 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 здесь заканчивается. Конечно, есть вариант, что мы его сейчас вытащим, и я очень на это надеюсь. Но если нет, то второй путь. Третьего не дано. Ржавенько выглядит все, но это только кажется. Это налет сверху, так все крепко. И от верхней вот эту трепуху сейчас кину, которая здесь просто висит уже. Пройдемся кислотой. Немножко подождем. Посмотрим на результат. Так, главный технолог, химик Александр прибыл. Так, давайте попробуем пока попасть в багажник. После того, как они его разбили, человек ни разу не попадал через крышку багажника, через дверь. Только через салон. Так, ну тут технология-то открывание простейшее. Так, вот этот крючок. А, все. Как здорово. Супер. Все как новое. О, ты посмотри, какая красота. Просто нулячие инструменты. Да, мне так нравится. Редкий случай. Правда. Посмотри дверь. Ну нет никакого смысла менять ее. Вот небольшая коррозия. Натирается об резинку. Это у всех, у всех прадиков. Комплектация у нас слабенькая, поэтому колесо запасное на двери. В более жирных после рестайлинга колесо закинули уже под низ. Сань, сколько мы с тобой номеров почистили, вот? Ты можешь вспомнить? Какой сотни? Ты прикалываешься, что ли, сотни? Если ты посчитаешь даже один номер в месяц, что это вообще редкость. 12 месяцев, 12 номеров за 10 лет примерно, 120. Да ты какой? Ты что? Зачморился весь. Ну что, кто первый? Саня камень положил, чтобы растворить. Зачем? Говорит, растворит камень. Камень? Да чтобы не упал стакан. Так. Чуть-чуть подчистим всю эту трепуху. Конечно, это видно. И краску черную уберем. Тебе принести болгарочку с этим? Нет. С кругом. Да, да. Да, да. Нет, 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 ты что? Сколько мы с тобой насмотрелись этого, Сань? С чистителем тромозов. С кругом. Нет. Ух, дало в голову. Щетка, щетка. Приезжают люди сдаваться в трейд-ин. Ну. Выходишь, вин номер не читается. Mazda 6 GG. Ну, GG. Ford Focus 2. Focus 1 на чашке. Kangoo. Kangoo под сидением. Primera даже Nissan. Хоть у него и на полочке сверху, но тем не менее. Focus 1. Fusion на чашке. Вин номер. Не читается. Хозяин. Я сейчас все сделаю. Уезжает. Вот такой буржавый. Приезжает. Просто идеально белая сталь. Он приезжает в гараж, берет болгарку, отрезной круг или наждачный. Он думает, что там где-то за слоями металла в середине он найдет номер. Короче, спиливает его полностью и все вообще. Хана полная. И приезжает. Я говорю, зачем ты это сделал? Зачем парни и девчонки? Никогда не делайте этого сами. Особенно болгарками и прочим. Никогда. А вообще, при МРЭО есть человечек, который этим занимается. Но я видел, когда они уничтожали вин номер. Просто срезали его и все. Так. Ух. А ты говоришь в помещении. Прямо в нос дало. Да? Да. Я надышался один раз, блин. До головной боли. Ингаляции делал. Да, да, ингаляции. Точно. Закипело, закипело. Ты видишь, закипело? Красивая, желтая. Так. Пускай поработает немножко. Тебыч, посмотри на первые цифры. Через чур хорошо. Через чур хорошо. Ну реально, слышишь? Ни один Петр Иванович не чистил так. Все, читаешь уже весь. Заколинание там шепчешь, да? Нет, читаю цифры. Помоги очистить нам, дорогая кислота. Помоги очистить вин номер нам, чтобы клиент был доволен. Работаем феном для того, чтобы разогреть антикор вот этот 10-летний, 14-летний. Счищать его корщеткой, либо чем-то другим, можно повредить символы. Чтобы этого не произошло, феном разогреваем, кислота все разъедает и, собственно, он отваливается. Посмотрите, как начинают виднеться все символы просто проявляться. Он будет лучше, чем он был новый. Единственное, обязательно делать на свежем воздухе и не дышать этой дрянью. А лучше вообще сами не делайте, если не умеете, не уверены. Ни в коем случае никаких болгарок, никакого грубого абразива, ни в коем случае. Иначе никогда вы это не сделаете. Только терпение и медленно, аккуратно вычищаем. Друзья, мотор 4 литра, 1G RFE, блок алюминиевый, привод ГРМ, цепь, бошки алюминиевые, по 4 клапана на цилиндр. Этот мотор при правильном обслуживании проедет 500 тысяч километров, и вы даже в него не заглянете. Но разве только что посмотреть на клапана? Порегулировать, если это нужно, так как здесь нет гидрокомпенсаторов, клапана регулируются. Но и об этом многие не знают и не лезут. И этот двигатель это прощает. Очень надежный мотор, ставился на многие внедорожники от Toyota. Каких-то конструктивных проблем и врожденных болезней в нем просто нет. Да, конечно же, были какие-то единичные случаи, когда что-то случалось, но именно единичные. Тысячи этих автомобилей доехали уже до миллиона. И практически никаких проблем не испытали. Ну, конечно, если намеренно его убивать, можно убить что хочешь. Сломать можно и молоток, и лом. VVTi, система изменения фаз газораспределения. Только на впускных валах. Мотор очень моментный, но малооборотистый. В принципе, с места хватает за глаза. Вот стартуешь, как на легковом автомобиле. Разгоняется так же быстро. Чувствует себя уверенно на любых оборотах. В нашем случае, в связке с мотором, пятиступенчатый автомат Asin. Warner A750E. Ставился также на множество джипов. Это крайне надежный автомат. Так же, как и мотор. Врожденных болячек каких-то в нем нет. Даже если вы какой-то лютый гонщик и стартуете с двух педалей со светофора, этот автомат выдерживает. Есть такая тема, как проскальзивающая блокировка гидротрансформатора. Поэтому проблем с автоматом не будет никаких. Так же у него очень хорошее охлаждение. И даже если вы забрались куда-то в степь, в лес, бог знает куда, и тащите на себе второй такой Prado, который заехал еще дальше, туда, куда может заехать только трактор, вы его вытащите. Даже при суровых и тяжелых нагрузках, буксуя, вы все равно вряд ли перегреете этот автомат. Автомат надежный, мотор надежный. Prado. Toyota делает вещи. Вот именно вот это Toyota делает вещи. Точно так же Крузак 100, 90, 80, ну и Prado, я имею в виду, и Крузаки. Это были супер надежные автомобили. И этот бензиновый мотор был лучше, чем дизельный мотор. Хотя дизеля тоже ходят, и кто хочет дизель, хвалит только их. Полный привод. Двускоростная раздаточная коробка с несимметричным межосевым дифференциалом, где исходное положение это 40 на 60, где 40 это перед, 60 зад. И в зависимости от условий динамического распределения, перекидывает его 30 на 70, либо 60 на 40. Но повадки автомобиля, как заднеприводного, раздаточная коробка Torsen. В этой комплектации дифференциалы свободные. В более дорогих есть блокировка D-Flock. В нашей комплектации обычная подвеска без пневмы, с обычными амортизаторами. Спереди двухрычажка, сзади неразлезная балка на четырех рычагах с тягой Panara. Давайте посмотрим, как поживает наш ВИН-номер. И что я вам скажу, практически готово. 40 минут. Конечно, новым он не стал, но читается полностью. После постановки на учет нужно нанести графитовую смазку. Ну, либо литол, либо любую другую смазку, которая будет держать. После того, как номер очистился, появился. Да даже если не появился, не очистился. Обязательно нужно погасить кислоту щелочью. В нашем случае это будет сода. Не жалею просто соды. Целых 33 рубля отдал сейчас в магазине. Желательно в теплой воде все это сделать. Шипит. Обязательно сольмлоки замыть, чтобы их не разъело. И все места, куда попало. Все, все, все. Темыч, на видео последние символы ВИН-номера замажь, пожалуйста. Чтобы никакой умелец этот ВИН-номер не использовал при продаже своего кривого Prado. Хорошо? Окей. Друзья, посмотрите, как выглядит салон на пробеге. Меньше 200 тысяч километров. Сидения идеальные. Полы под коврами идеальные. Обивка мячик забыл ребенок, смотри. Шарик. Обивка карт дверей. Как новая. Что задние. Что передние. Также идеальное сидение. Пойдем к водительскому и руль посмотрим. На фоне того, что мы смотрели. Где были пробеги 200. Вот тут на коже зеленый, да? 200 тысяч пробег, что кожа даже на спинке уже, за спиной треснула пополам. Водительское сидение. Немножко в складках. Оно даже без проплешин. Помнишь, там были дырявые? Руль. Да, конечно же, запилы есть. Но никаких лохмотьев. Ни на швах, ни на самом руле нигде нет. Ручка кулисы передачи вообще как новая. Кнопки не затерты, не запилены. Ни климата, ни какие-либо другие. Также водительская карта дверей. Без проплешин. Краска на пластике не стерта. Друзья, с ВИН-номером мы закончили. Читается отлично. Не сказать, чтобы идеально. Блин, этого просто не добиться. Но отлично. С перерегистрацией в ГАИ проблем не будет. Но единственное, если попадется только ГАИшник, ну вот совсем неадекватный. Такое тоже, к сожалению, бывает. То может что-то ему не понравится. Что слишком хорошо видно. В общем, в ГАИ с перерегистрацией проблем быть не должно. На учет должен встать спокойно. Техосмотр должен проходить спокойно. В общем, мы с задачей справились. Легким путем. Просто почистив его. На самом деле, я на 90% был в этом уверен. Что мы просто его очистим. И еще для тех, кто не знает. Номер двигателя находится прямо вот за ВИН-номером. Заглядывайте вдаль туда на мотор. И также хорошо видите номер двигателя. Мы уже почистили его. Еще до этого и посмотрели. Так что вот такой результат. Пока мы чистили ВИН-номер, Серега уже отрихтовал дверь. Останется только покрасить. И все. Автомобиль можно забирать. Друзья, ну и на этом наше видео подходит к своему завершению. Вы все видели сами. Мы, как обычно, постарались вам показать на живом примере. Что и как, а не просто на словах. Вот теперь вы можете поставить свой лайк. Написать, если не первый, то второй или третий комментарий. Ну и будьте внимательны при покупке автомобилей. Думайте всегда головой. И не ведитесь. Вот прямо хочется не могу, да. Не ведитесь на это. Всем вам удачи. Всем пока. Пока-пока. Так-так-так-так-так. Стоп-стоп. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И колокольчик не забудьте нажать. Пока-пока. Это самое. Все. А, пластик где-то. Все, собираем. Пластик, да, колесо. Можно, блядь, кинем будет. Вы замазывали? Сейчас замажем. Он просто как новый. А что вы этот не убрали? Маркер. А вообще не надо. Не надо, не надо. Давай я тебе пшикну кислотничком. Не надо никаких кислотничков, Серег. Вот так. Просто замазываем графитовой смазкой. Либо литолом. Ничего страшного. Литолом замазываем. Человек поедет в ГАИ ставить буквально. Вот сейчас мы крышку доделаем. Он сразу едет ставить на учет. Ставить на учет. Сотрет и опять замажет. И он проходит так еще 10 лет. 100%. Стрет и опять замажет. Стрет и опять замажет. Стрет и опять замажет. Продолжение следует...